Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 29 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске по основным заданиям удалось выполнить только два квеста. Это Тарковский Стрелок, часть пятая для Егеря, и Секта, часть вторая для Миротворца. Золтан и Иван, это вам, пацаны, спасибо за вашу поддержку и тёплые слова. С двустволкой можно будет побегать, кстати, когда Карателя доделывать в лесу было так, чтобы быть двустволки. Рил Бэтмен и Иван Марков, поздравляю с победой в розыгрыше ключей доступа в Escape from Tarkov. Андрей, спасибо ещё раз за ключи. В дальнейшем подобные розыгрыши буду проводить на стримах в Трово. Всем приятного просмотра! Собрался, значит, я знаете на какую локацию? На локацию Берег, потому что у меня есть пару квестов, ПВЕшных сегодня на берегу, мне нужно будет убивать диких. Первый из квестов это Тарковский Стрелок, часть шестая, мне необходимо убить диких снайперов, используя болтовые винтовки, для этого я ВПО-ку взял. А второй Миротворца квест Мокрое Дело, часть первая, убить диких на берегу, используя М4А1 или Адар с глушителем. Здесь нужно 10 диких настрелять. Дейли квесты сегодня ни о чём, поэтому я решил пойти сегодня по основным квестам. Адарчики я собрал. Чуть больше сделан акцент на эргономику, так как тут автоматического режима огня нет, это карабин штурмовой. И лично я считаю, что здесь важнее эргономика, нежели отдача. Ну и для отдачи тоже кое-чё тут выделывали. ЧВК, на куда? На берег? На берег Су-3-ца пойдём. Я буду страховать, пожалуй, Адарчик. Броню застрахую. Ну, верно, стояние буду, чего он там копейки стоит. Да, в первую очередь займусь конкретно дикими. Если диких сразу настреляю, сразу же домой. В планах на рейд быстро избавиться от квеста Тарковский стрелок. Поэтому захожу на локацию, смотрю снайперов, есть, нет, ухожу. Так, значит мы на коттеджах примерно, на деревне. Первое, что будем проверять, значит это будет гидроэлектростанция. Оттуда начнём своё путешествие. Через гряду посмотрю сейчас газ, и от газ пойду в сторону остановки. Оттуда я увижу как раз снайперскую вторую скалу, и назад на маяк домой. Долго возиться, короче, не хочу я здесь на локации с двумя пушками. Неудобно, некомфортно это. Так, есть один. Один готов. Может чуть повыше залезть. А ну или хотя оттуда. Блин, можно было даже на гряду не бежать, можно было сразу так добежать. Вон на ту сопку, да? Оттуда спокойно крышу видно, и пошёл туда потом. Ладно. Хорошая мысля, как говорится, приходит на посля. Так и у меня. Второго не видать. Может быть даже он не появился там. Вполне возможно. Жаль. Сразу магазин докину. Жаль, конечно, жаль. Ладно. Как раз может быть попутно на остановке. Там грузовик есть, там ещё и два ящика, и два ящика где зелёных. Там, возможно, дикие будут. Может параллельно сейчас и... Слышишь кого-то. Может параллельно сейчас и... С одаром квест закроем. Мокрое дело, которое... Прямо берцы! Так. Так. Давай-ка зацепим. Попутно. Ну вот что-то в этом духе. И нет пробежки заодно. Что-то у меня такое предчувствие, что я скорее с одара быстрее настреляю по мокрому делу диких. Причём с болтовки этих снайперов. Ну раз на раз не приходится. Сделаем быстрее. Ну и хорошо. Почему бы и нет? Правильно? Правильно. Правильно. Нужно было пофиг гибрид всё-таки брать мне. Что-то половину тут... Всё такое на рассвете. Утром рано на рассвете пошли. Кое-где-где затенено, там ещё не очень хорошо видно. О, вижу. Чё, один что-ли был? Надо их местами поменять, а то я привык, что у меня болтовка на первом слоте. На втором, точнее. Что там у нас? Мокрое дело, три. Мокрое дело... О, отлично. Ещё и ЧВК пошёл. В карателя. Нормально. Это сюда. Это сюда. Так, чё я не посмотрел же, нифига. А-а-а, кто он там был? Тарковский стрелок шестой. Да, двое. Ещё трое осталось. Это хорошо. А чё это они по одному там появились-то, заспаунились? Ты один, братюня? Это по тайникам, походу, шуршанул, да? Творец. А он, видимо, тоже квестик какой-то делал. Если он квестик делал, то вполне вероятно там диких и не осталось после него. Ну и ладно, двое оказывается только из снайперов. Один на одной скале, второй на крыше. Пошёл я тогда на выход. Сейчас попробую ещё раз загрузиться. Вполне возможен такой вариант, что я сейчас во втором рейде просто быстренько всё это дело сделаю. И можно будет сбросить в эпоху. И просто побродить, пострелять в диких. По локации. Ставить прицельчик, какой надо. А, нет, кто-то живой. Не даю, братю! Под себя кинул. Вот и следы преступления. Понятно, понятно. Всё, поехал домой. Как и всегда, вдоль забора, до упора, переход на маяк, мой выход. Да, он же работает, я надеюсь. Мы что-то там не почекрыжили. Да, он работает, переход на маяк. Зашибись. Хотя он не должен работать, так как я на этой стороне заспавнился, да? Тогда бы уже и выход на дороге на таможне оставляли открытым, если ты на той стороне появился. Ну, неплохо. Нормальный рейд получился. Я бы ещё одного дикого бы снайпера подстрелил, но нет, к сожалению, их на карте. Тринадцать минут, чёртова дюжина. Есть у меня один-два снайпера, один бировец и остальные обычные дикие, четверо диких, получается, садарочка. Ну вот, пошло дело, пошло. Ой, ё-моё. Только вспомнил про этот спаун и тут же заспаунился. Далековато мне бежать, однако. Большой крюк давайте. Я, блин, боюсь, что я пока подойду туда, даже если по самому короткому прямому пути побегу, да? Да я боюсь, что уже там перебиты все будут. Ладно, унывать не будем. Сразу же иду тогда в сторону ГЭС. ГЭС стреляю. Перехожу также на остановку, в обход. Прямо так идти не буду, наверное. Я думаю, что через остановку там гораздо короче будет, получается, в итоге. Если бы, например, я обходил это всё со стороны лазурки, то там крюк придётся давать. Обходить всю восточку и админку. А там через запад купить. И дома. Как раз в той стороне выход. Всё, ничего, бегать немного здесь на локации. Когда конкретно за чем-то выходишь, бегать приходится много. А когда просто по фану там постреляют что-нибудь или походить, полутать, вот тогда вообще пофиг. Тогда даже хорошо, что локация большая. Есть где разгуляться. Даже на сам ГЭС, пожалуй, нет необходимости спускаться. Можно будет отсюда крышу посмотреть. Мне только те, что на крыше нужны. Для снайперки. Сюда откроют. Один опять. Он почувствует, что в прицеле там... Опачки, улетел. А почему по одному-то, ё-моё, починили что ли эту штуку? Почему они по одному-то появляются? Когда вы не нужны, вас потом по десять человек. Ну, не по десять, конечно, по двое. Испавнитесь прямо в ненужный момент. Бывает, прямо на глазах появляются. Чпоньк и родился. Тут нифига. Ну, окей, пошли тогда в скалу смотреть. Остается надеяться на то, что там будет два снайпера. Можно, наверное, поверху пробежать здесь. Не появился. Или сходить на скалу, потом вернуться еще... Не, ну это будет туда-сюда беготня, да? Ну, сейчас посмотрим, что скала мне скажет. Может быть, мне повезет, и я там как раз двоих диких отстрелить сумею. О, а тут есть мои клиенты. На, дарчик. Вроде один. Ого! Генку мобильную нашел. Это свое чудо технике можно... Иди кинуть. Так, сделать. Опа. А это что, БК? Прямо берцы! Давай, мати! Ох, как же это неудобно-то, а? Что он наверху там у меня? Как же неудобно-то, а? Спасибо за субтитры! Опа. 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 Иди сюда заднюю через гаражи там по низине ну что у меня такое ощущение что он так вот а ладно чувствуется сразу бронежилет это вес шаг тяжелее прям стал чувствуется 3-4 килограмма интересно пойдет он смотрят что тут западку или там будет внутри красить точнее ждать пока я туда зайду рубят и есть кто нет никого есть так давайте двое что хорошо прям было сразу а есть значит и второй там чики-брики горит чики-брики возможно в прошлом рейде я его и просто там оставил он на той стороне скалы где-нибудь остался да я его и не заметил не стал смотреть вполне возможен такой вариант так хорошо или он мертвый сказал чики-брики пальчик выкинь а вон он красивый есть так тарковский стрелок закрыли а можно хотя домой и не возвращаться пока да по крайней мере можно дальше погулять по локации у меня в принципе патроны есть она ешь хотел гибрид поставить да вот у меня есть гибрид на выпу да наверное так и сделаем чё нам куда торопиться это викинин тогда она там страхована и все равно это сюда это не страхована в по домой принтер четыре патроны оставлю хотя они чё их выкидывать да блин нет с этим все-таки мне неудобственно я лучше давай возьму ключи которые мне нужны и пойду внутрь в эту в лазурку выйду с локации сейчас блин афиг я тогда его выкинул горностай давай домой забуду туда а я сейчас не найду его уже там в кустах да ну естественно ну и правда говорят человека столько проблем сколько он сам себя их создает куда дал а я прям на тайник похоже скинул волыну нормально так так и соумеет ладно пойду за ключами схожу мне там все равно надо будет ключи взять если не ошибаюсь сто двенадцатая это не то триста четырнадцатая там от компьютерного кабинета это триста шестой по моему восточки хотя если бы я одар сейчас добил я бы мог вместо одара взять эмку например мокрое дело троих еще надо диких троих диких так кто диких ага это не дикие что ли ну там блин двое диких и один всего останется ну кепка ай твою мать пиздец нога у меня знаешь что тут попали вы не только нога с висней в хуй сейчас тебе пиздец придет еще угорает ой не могу я с этим прицелом играть нафиг коллиматор бы уже давно вышел бы накидалом он вон вон будем сидеть и смотреть что там дикий даже где сидит и надо вылечить руку а то он если по ней попадет у кина не будет никакая генка штурмовая не спасет мне послышалось или кто то есть слева еще кого-то слышу вау пацан готов это чё за хрень подлюка чуть не попал щуп чуть-чуть их она мне точно ладно тогда пойдем дальше диких стрелять не пойду я на выход что тут один остался где сейчас дикого можно будет встретить можно будет посмотреть а сейчас еще вокруг скал надо пробежать если бы он был я бы его услышал он бы там напекался в цвет прям аптечка спасибо брату он с этого волыну успел старакану шустрый где ближайшие дикари у нас могут быть у нас могут быть на машине заспавнится новый дикий да либо второй которого я не видел там возможно в кушарах где-то сидит на коттеджах на коттеджах дикие больше не появляются на коттеджах только свита может появится но свита нам тоже подходит но она опасная цветы отъехать 6 секунд вот я никого не вижу беспонтовая тут место назад вернуться что-ли попробовать но автобусная блин автобусная ближайшая это на газ на газ внизу я дать не стрелял никого можно как раз таки газ и посмотреть наверное так и сделаем м-ку долго собирать там не придется мне я просто с одаром модули переставлю на м-ку не исключением приклада там о зашибись здесь дикий ой все зашибись можно домой эти мокрое дело сделано вот это другой базар так вот так ну чё на пути у меня никого не должно быть я думаю у меня свободный сейчас выход каких я там перебил вряд ли они так сразу же заспавнятся там новое тем более что их там два штуки целых было если появится то только скорее всего загрузка чего ботов так что я прямиком на выход на маяк отсюда через болото до конца карты вот она переход родненький ну зашибись неплохо неплохо может быть можно было бы быстрее завершить но зато я смогу теперь ходить не с одаром то есть мне надо будет прокликивать что-то а будем зажимать я самочку себе соберу примерно такого же плана не пойду внутрь санаторий нормально задачи выполняются значит все делаем правильно 23 минуты нормально получается все снайперов добили значит закроем тарковского стрелка и мокрое дело часть 1 тоже завершили нормально тарковский стрелок часть 6 убили диких снайперов используя болтовые винтовки 5 из 5 закрываем квест тарковский стрелок часть 7 убить бойцов чвк с расстояния более 45 метров используя болтовые винтовки с глушителем пятерых чвк надо будет убить болтовки мокрое дело часть 1 убить диких на берегу а дар с глушителем или мк 10 из 10 готова мокрое дело часть 2 найти жилища рыбаков на берегу и пометить его вот это вот простенький квест это мы можем сделать без проблем сейчас надо быть маяк не забудь взять вот про этот квест я говорил грузы к часть 1 где-то говорит компьютерный координационный центр располагается на третьем этаже восточного здания санатория ключ 308 я взял он смежную но он дешевле на 10000 за 38000 я забрал 308 что еще 112 западка я тоже взял витамины если не ошибаюсь по ленд-лизу 219 как раз западки нужно 308 306 я заглянул 2 по ленд-лизу заберу 112 это по витамину в общем пожарится сейчас предлагаю по всей лазурки м-ку собрал но это скорее черновой вариант я просто половину модулей почти все модули кроме приклада я перекинул садара который только что у меня был в руках как солью эту м-ку так соберу что-нибудь другое я бы другой прицел пожалуй поставил бы тактическую рукоятку и глушитель с пламя-гасителем там переходником другим бы поставил зачем вы к погнали на берег в 1329 с ген мобильный страхуем эмочку страхуем да и все больше ничего не надо страховать погнали за приключениями и рот чего к не боюсь чего к мне нужны поэтому я надел жилет дикого надел балаклаву если кого-то из чего к пристрелю то они пойдут в копилку в квест каратель опачки я прям за лазурной за лазуркой газа административкой ну значит делаем все по старой схеме маяк у меня в подсумке ничего страшного на время куда не денется рано или поздно я все равно помечу этот остров это не сложная задача почему хочется сделать этот квест несмотря на то что это не сложная задача потому что чтобы у меня прогресс дальше шел простенький квест закрыл открылся следующий я думал почему то что дольше придется потратить времени на то чтобы сделать мокрое дело часть первое 10 диких настрелять а ну вон она как-то что-то по пути само по себе сделалась пока мой этого тарковского стрелка дел бывает и такое начну с восточки так будет логичней затем в западку на остров диких и выход на тоннеле таков мой план нет по моему справа топали как раз тот дикий у которого шкура цела все такое как санитару заглянем сначала у меня спаун хороший я один из первых кто заходит в лазурку затем вопросов не имею никаких нет хлам ничего не вижу ничего ценного нет пробирки кита так 308 же здесь подняться можно а чё у меня по восточке вообще по ключам 308 304 222 у меня еще есть он мариум вопилимся так 200 какая там вот она вторая 222 еще говорят 219 есть в открытой возможность что-то найти не нашел ничего тут у нас тетрис свеча тишина хлам морфий пропитал и все перелив хотя перелив сейчас ничего не стоит до сюда тогда крысала тоже сюда морфий пропитал сюда а знаешь я бы один морфий пожалуй отсюда воткнул бы как экстренную медицину что ли ну все другое ящики оружейные это все не буду смотреть чисто по самым ценным предметам так триста четырнадцатая двадцать семь двадцать шесть двадцать четыре двадцать первая это меченка есть чуни тут есть о орёт ого это же семьдесят первое снайперский хороший патрон ё-моё куда тебя заныкать то у меня гости слышал да у меня гости чё же я такой тяжелый ты теперь вкусняшек набрал теперь тяжелый чё ты предпримешь попал не попал а чё такое в ок ладно заряжаем одного конкурента убрали но там гранаты рвутся где-то в районе то ли западки я чё-то не могу понять то ли западки то ли короче знаете в районе коттеджей возможно вполне что они там санитара пытаются выбить не исключено не исключено так что надо шевелить я думаю булками да здоровье как у нас все ой у нас не очень тут пришиваться хорошо что я услышал хотя его правда и не увидел нифига там в темниках пропитальчик бою это сюда голову грудь а остальное само дотянется хрена у тебя парашют тут блин вот не хочу я чтоб этот перегруз у меня сейчас был какой-то машина лак где вот хорошее я лутаться горит не буду простите это я это берется был был усек я бы его спрятал в подсумок так 308 здравствуйте здравствуйте проходим ознакомливаемся так вот она штуковина которой контроллер есть есть надо же прям на меня летит однако и и и все Что-то мне послышалось, по-моему, что там кто-то на этой стороне топнул по дереву. Может быть, конечно, и я не прав. Что-то проверять как-то особо желания не имею. Так, посмотри, что я сделал-то. Я по задачам восточку посмотрел все, что мне надо, получается, контроллер, и это взял. Мне надо идти в западку теперь. Ну, страшновато. Ну, надо. Ага. Дикий. Ну, давай, охраняй. Я туда дальше не пойду. Так, 209... У меня первый этаж тоже нужен же. Е-мое, я лучше отсюда спущусь. Так, третий западки мне же не нужен, да? Да, мне 219-й, 112-й нужны. А-а-а, 216-й, пацаны. Я не тот ключ взял, мне 216-й нужен же. 19-й это по этим самым, да-да-да-да-да. Это по генераторам квест который. Ну, елки-палки. Выходы, тоннель. Тоннель, маяк, а гранаты до сих пор там рвутся, кстати. Блин, а вот от 16-го у меня нет ключа. И попасть я туда никак не могу. Ну, тогда по витаминам забираю предмет. Пожрать бы, конечно, не помешало. Вон он, вон он, блядь, ебать его! Валить надо его! Вы чё, пыль? Она не с чёртом! Будьте проклят! Э, это не свита случайно? Ого! Вряд ли, да? Санитар бы уже, наверное, начал орать что-нибудь. Коллеги, я на процедуру или чё-нибудь какую-нибудь подобную? Дичь! Давай прицел поменяем, а? ЭКП-это, конечно, всё хорошо. Вот этот, по-моему, поудобственнее будет немножко. А этот сюда поставим. О! О, нормалёк! Так, тут тишина. В прошлый раз я сюда зашёл на радостях такой. Деньги увидел и ушёл отсюда. А мне надо было вот этого красавца забрать. Ким-контейнер. А вот про это вы мне писали, что это офтальмоскоп. Да это ложка обычная. Для приёма пищи. Столовый прибор. Маска. Нет, то одевать не буду, мне же нужна. Кого они видят? Вот петух! В смысле, ты сюда пробежал, чтобы вот это вот выразить? Выразить своё негодование? Хе-хе-хе. Я думал, там чувака несётся, сломя голову, волосы назад. Блин, ну как же так с ключом-то получилось? Досадно. 216-й её не взял, надо было взять его. Вот поленился посмотреть. Из-за этого пойдёшь сейчас ещё раз сюда. О! Кофа нашёл. Банку здоровую. С островом чё делать? Я бы, честно говоря, не хотел рисковать. Добром, который я сейчас несу. В любом случае, я сейчас... Если даже часть по ленд-лизу и витаминам вынесу, они засчитаются, если я выйду. И передам. Так что давайте, пацанчики, наверное, на выход на маяк я пойду. Также у меня есть и чумодан с 306-й по грузу Х. Там сейчас груз Х, часть 2-я пойдёт и так далее, и тому подобное. Поэтому давай, наверное, я вынесу, закрою, попробую квест груз Х. А за ленд-лизом вернёмся ещё. 216-ю надо будет забудриться. Но тогда нужна будет только восточка. Ой, западка только. Красный ключ. И вся любовь. Подкидываю темпу отдачи. Прямо в самом начале резко вверх. Но потом, когда зажимаешь, она отчаик выравнивается. Так что стрелять можно. Убивать в том числе. Темп хороший у Эмки. Вот за это она мне нравится. Патроны, да, быстро кончаются, но зато ты зажал. Если по цели зажал, то он долго там дышать не будет. Опа. Забирать. 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 Битком. Ну и по карателю один чувака ушёл, да? Квестик. Зашубись. Я сегодня, когда начал играть, у меня каратель двое. Всего было настрелено из десяти, кажется. Одного убил, когда Тарковского делал. Одного, а сейчас четверо осталось шестеро. Вот потихонечку и сам по себе квест делается по карателю. Там надо будет ещё в лес пойти с 12-го калибра, диких настрелять. Но это, очевидно, не проблема. Самое сложное в этом карателе, это на берегу здесь десять чувака настрелять. По-моему, слева там кто-то лазит. Эль послышалось. Всё. Зашубись. Я на выходе. Грузык сейчас закроем. Нормально. Нормальный рейд. Двадцать минут и дело в шляпе. Единственное, я чуть-чуть облажался с этим самым, да, с ключиком от 216-го. Но я думаю, что это не проблема. Так как мне в любом случае надо будет сейчас отправляться ещё раз в лазурку по груз-х, часть 2-ая. Груз-х, часть 1-ая. Передаём данные, которые нашли. Завершаем квест, забираем награды. Груз-х, часть 2-ая. Найти комнату с резервуарами в санатории. Ну, это, значит, первый этаж восточке. Там надо будет папку забрать в комнате, где вода. По ленд-лизу, части 1-ой. Один контроллер я принёс ему, который на балконе нашёл восточке. Значит, гироскоп остался внутри в 216-ой. И ещё один контроллер остался на стороне, где выход в сторону таможни. Витамина, часть 1-ая. Первый химконтейнер я на берегу нашёл, вынес. Осталось 2 химконтейнера, которые находятся на развязке внутри в торговом центре. Ой, блин, противный ключ какой, смотри, 337 тысяч он стоит от 216-ой комнаты, ёлки-палки. Ну, давай ещё раз, на бережок мне снова нужно будет и восточное крыло, и в западное крыло заглянуть, и остров пометить при возможности. А вообще было бы неплохо заспавниться где-нибудь в районе дороги на таможню, на той стороне, да, чтобы я ящик в ящике там забрал предмет, контроллер который. Оттуда в восточку, оттуда в западку, с западки на остров, с острова в тоннель на выход. Или где-нибудь прям под антенной, где базовая станция, это да, сотовая вышка. Вообще бы сказка была бы. О, о, гэ. Где бросил, там появился приблизительно. Нормальный, нормальный спаун, то что надо. Я сейчас как раз тогда в коробочку эту загляну. Единственное, то что я там буду не первый, конечно, вот это вот. Немножко некомфортабельно, так как те, кто там будут сидеть, они меня первыми услышат, займут позиции и будут просто встречать меня. Сложно будет заходить туда. Крайне сложно, я бы сказал. Ну, будем пробовать. В принципе, не так много людей на сервере. Каждый по своим делам где-то там лазает. Есть даже вероятность того, что совершенно спокойно заберу свои предметы. Спокойно буду. А если нет, будем стреляться. Без боя не уйду оттуда. Вот она, эта штука. Контроллер. Я ее, по-моему, забирал как-то. Я ее просто забыл передать. Либо помер, просто не вынес ее с локации. Что-то в этом духе было, я точно помню. Ну, господа, поехали в восточку. Прямой наводкой. А где тут можно было забраться, я уже не припомню. Что-то народ уже веселится там, уже стреляются. Примерно. В районе коттеджа, что ли. Будет весело, говорят. Пока тишина, пока не слышу никого. Блин. Там санитар со свитой, братва. Ну, че, шкура цела, уже неплохо, а? Там санитар со свитой. Дай. Дай. Играет музыка. 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 Играет музыка.